В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнор Жакен. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. В поселке имени Габедена Мустафина началось строительство новых жилых домов. За здоровьем вне очереди народные избранники приняли решение о первоочередном обслуживании тружеников тыла в поликлиниках нашего города. Необычная ярмарка прошла в здании партии Нур-Отан. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Грузовые машины привезли строительный материал для возведения новых жилых домов. Во время паводков были разрушены 349 домов в Карагандинской области. В течение нескольких недель проводилась оценка состояния жилья людей. В сегодняшний день порядка 272 домов по этому населенному пункту признаны аварийными, которые пострадали в ходе паводка и подлежат сносу и строительству заново. Работа эта находится сейчас полностью под нашим контролем. И вот первые два дома сегодня мы начинаем строить, которые будут возведены вместо тех домов, которые мы снесли. Уже имеется согласование на снос 117 домов. В работе находится 81 дом. Акиматом района выдан 101 технический паспорт. Пострадавшие от паводков жители сейчас выбирают проекты домов. Всего предложено 5 вариантов – от 40 до 100 квадратных метров жилой площади. Как считают местные власти, благодаря новому возведению домов, архитектурный облик поселка имени Габидена Мустафина кардинально изменится. Следует отметить, что кроме Габидена Мустафина у нас еще есть несколько населенных пунктов, где также имеются дома, которые подлежат сносу и будут строиться заново. Эта работа продолжается. В целом, все сельские районы наши, 12 районов и также три города – это те регионы, которые в результате паводка пострадали, и где имеются жилые дома, которые требуют сноса и строительства заново. К настоящему времени определены около 40 подрядных организаций. Именно они приступят к строительным работам. Для контроля уже создан штаб, который начнет следить за тем, как идет возведение домов. Планируется, что до начала отопительного сезона люди, пострадавшие от паводков, справят новоселье. Николай Кровец, Алжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Народные избранники согласовали новый перечень земельных участков в Караганде, которые собираются выставить на торги. Большая часть из них предназначена для строительства жилых домов и гаражей. Николай Кровец расскажет более подробно. А 20 с лишним земельных участков, предлагаемых для продажи на аукционах, расположено на юго-востоке Караганды, а именно на двух улицах – Университетской и Гопеева. Всего планируется продать 25 территорий для строительства гаражей, многоэтажных жилых домов и детского садика. Как отмечают местные власти, в борьбу за землю вступают не только бизнесмены, но и простые жители города. Для нас это очень положительный фактор того, что жители города активно участвуют в развитии городских территорий, отслеживают информацию, которая имеется и выдается местными исполнительными органами и депутатами городского маслехата. Жители двух домов на юго-востоке, двор которых выставили на продажу, уже обратились к местным чиновникам с заявлением. Люди попросили снять землю с торгов, потому что не хотят оформить на неё кондоминимум. Народные избранники просьбу карагандинцев удовлетворили. Когда состоится земельный аукцион, будет сообщено дополнительно. Николай Кровец, Алжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. За здоровьем вне очереди. Народные избранники приняли решение о первоочередном обслуживании тружеников тыла в поликлиниках нашего города. На сегодняшний день в Караганде проживают 6728 тружеников тыла. Все они люди преклонного возраста, зачастую нуждаются в медицинской помощи. Как известно, 2015 год ознаменован важным событием – 70-летием со дня победы в Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это священная память о погибших на полях сражений. И долг всех последующих поколений перед поколением победителей – сохранить эту память и отдать дань благодарности и уважения за героический подвиг ныне здравствующим ветеранам войны и трудового фронта. Депутаты городского масляхата предложили впредь оказывать медицинскую помощь вне очереди не только фронтовикам, но и труженикам тыла. Исходя из чего, в основании торжественной даты, Карагандинский городской масляхат инсирует принятие решения о первоочередном отслуживании вне очереди тружеников тыла в поликлиниках нашего города. Данное предложение согласовано с Управлением здравоохранения Карагандинской области. На основании высшего предложенного прошу векутатов проголосовать за проект номер 434. Спасибо. Каждый налогоплательщик. Каждый имеет право по нормальной дороге ездить. Это вообще беспредел творится, который они сейчас делают. Сейчас они лепят, сейчас лепят, да? Они сейчас месяц, и она опять откроется щель. Это картина центральных улиц города Металургов. Яма одна над другой создают неудобства как автотранспорту, так и пешеходам. Автовладельцы негодуют. Машины ремонтировать приходится почти каждый месяц. Это бьет по карманам. Но в Тимиртау нормальных дорог они уже и не помнят. Особенно с потеплением погодных условий маленькие колдобины превращаются в дыры. Ямки закладываются кое-как. Поэтому после зимы асфальт почти растворяется. Когда ложится новый асфальт, и он не выдерживает. Положили его в сентябре-ноябре, а он в апреле смылся. Это уже безобразие просто. Мы считаем, что это неправильно. Мы же платим налоги. Деньги мы платим, которые отрабатывают на все 100% свои возможности. А на эту улицу Чернышевского без слез смотреть тяжело. Сосчитать ямы невозможно. Устав возмущаться и тратить свои деньги на ремонт машин, активные автолюбители решили написать письмо в местный Акимат. Собрали более 50 подписей. Это даже больше, чем требуется по регламенту. В год это действительно на ремонт машины уходит порядка 100 тысяч тенге. А работники исполнительных органов, отвечающие за ремонт дорог, на письмо владельцев авто ответили официально. Ежегодно из бюджета выделяется более 100 тысяч тенге. В основном деньги идут на дороги проспектов республики и мира. А изношенность этих территорий они объясняют аномальными погодными условиями и нерадивостью компаний, которые кладут асфальт. Ведь гарантию они дают лишь на один год. Также будет и по проспекту республики, и где в зависимости от ямы. Специалисты Акимата заверили нас, что все деньги контролируются, но отчаявшиеся автовладельцы в их правду не верят и собираются обратиться в прокуратуру. Аймам Рина, Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Караганде открылся новый выставочный зал «Карагандинская область. Годы Великой Отечественной войны». В областном историко-краеведческом музее собраны более 400 экспонатов того времени. На торжественном открытии экспозиции побывал и наш корреспондент. Интересный стиль и роспись стен, агитационные плакаты времен войны и проекторы – все ярко подчеркивают серые будни военных лет. Над внешним обликом зала поработали член Союза художников Петр Кишкис и дизайнер Ерик Макенов. Более трех месяцев работы и примерно 3,5 миллиона тенге было потрачено на новую цельную композицию. В музее собраны редчайшие экспонаты, например, письмо фронтовика, которое дочь хранила 70 лет. Когда отец ушел на войну, она была еще малышкой. Еще один предмет старины – аккордеон. Его привезли из Берлина. Он тоже является участником боевых действий. Помимо этого, в зале хранится земля с места захоронения героя – Нуркена Абдирова. Все исторические предметы собраны в основном в 70-е годы на территории нашей области. Я хочу обратиться к карагандинцам, что мы действительно очень стрипетно относимся к памяти Великой Отечественной войны. Поэтому, если у вас есть такие материалы, документы дома, фотографии, приносите в музей. Мы принимаем на государственный учет. Все это храним. Вы в любой момент можете прийти, посмотреть. Экспозиция зала ярко рассказывает участие воинов-карагандинцев в боевых действиях в годы войны. Торжественно разрезав красную ленточку, ветеран войны Иван Кириллович Скрипников передал молодому поколению капсулу с заветом фронтовиков. Школьники Перезад Илемесова и Максим Селиванов от лица молодежи поблагодарили старейшин за сегодняшнее мирное небо. Обещали хранить светлую память о героизме солдат. Теперь капсула будет храниться в музее. Наше поколение прожило в очень трудных условиях. Четыре года, считай, шла отечественная война. Настоящему поколению желаю мира, счастья, величия в мир. Учитесь, хорошо и трудитесь на нашу Родину. Фотографии, документы, фронтовые письма и личные вещи участников Великой Отечественной войны. Все это отражает боевой дух того времени. Выставочный зал работает каждый день с 9 до 6 вечера. Приходите, ведь никто и ничто не должно быть забыто. В преддверии праздника Дня Победы состоялось торжественное открытие мемориальной доски Жумагали Мершенову. Герой войны Жумагали Дулатович всю свою сознательную жизнь посвятил служению своему народу и родине. В одном из домов по улице Бухар-Жирау, в котором жил ветеран, кавалер Ордена Отечественной войны, Жумагали Мершенов установили мемориальную доску. Жумагали Дулатович – кавалер множества орденов и медалей. Он получил их за отвагу и мужество на фронте. Со своей супругой они воспитали шестеро детей, несколько внуков и правнуков. Большая и дружная семья собралась на открытие мемориальной доски. Они всегда с гордостью говорят о своем родственнике. В 70-м году он был переведен, приехал из города Алматы, где он работал в Министерстве внутренних дел, сюда в школу, тогда еще в высшую школу милиции. И с тех пор до самого выхода на пенсию и своей смерти он работал здесь, в Караганде, жил в этом доме. Жумагали Мершенов был участником боев за Восточную Пруссию, Кубань и Тамань. Участвовал при высадке десанта на Керченский полуостров, в освобождении Крыма и Севастополя. Особенно отличился при наступлении по Литве и Восточной Пруссии. В преддверии 9 мая хочется всех ветеранов поздравить с этим великим днем, всех тружеников, всех жителей города, чтобы всегда им царил мир, благополучие в нашем общем доме Республики Казахстан. Множество орденов и медалей Жумагали Дулатович получил за отвагу, за оборону и много других правительственных наград. Лариса Хусынова, Жислав Макулбеков, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Сотрудники Центра обслуживания населения поздравили ветерана Великой Отечественной войны и труженика тыла Кудайбергена Балпыкова с 70-летием победы. Также по поручению главы государства вручили юбилейную медаль. Кудайберген Балпыков был тружеником тыла. В возрасте 8 лет он помогал крестьянским хозяйствам. В мирное время трудился в департаменте сельского хозяйства. Для нашей страны он сделал многое. Сотрудники Центра обслуживания населения во главе Жанны Дагаровой поздравили труженика тыла и вручили ему цветы, юбилейную медаль и набор посуды. Ни один ветеран не остается без внимания. По всему Казахстану общественные организации, частные предприниматели и государственные учреждения поздравляют наших героев. Уже полгода, как я живу один. Спасибо за то, что пришли. Нашли время для меня. Я очень рад. Благодарю сотрудников ЦОНа. Мне очень приятно. Мы – дети Победы. Ученица 2-го класса Аделия Абилова рассказывает о своем выступлении очень серьезно. Ведь на протяжении одной недели она со своими одноклассниками готовилась к смотру. Наша песня называется «Дети Ленинградзе». Мы очень думаем, что у нас будет первое место. Айя Мамрина, Айденжакан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Необычная ярмарка прошла в здании партии Нур-Отан. Директора и работники школ предлагали свои вакантные места выпускникам педагогических колледжей. Студенты же, в свою очередь, получили возможность узнать о преимуществах работы в сельских местностях. Студенты будущей педагоги буквально оккупировали столы, где представители разных школ рассказывали о своих условиях труда. Молодежь оставляла им свое резюме. Всежелающие могли тут же заключить договоры с тем, чтобы по окончанию учебы уже иметь рабочее место. Студентка гуманитарного колледжа Жауказин Манапова пришла на ярмарку специально. Она будущий учитель английского языка. Ей сейчас 19 лет. Узнав о условиях труда в селе, молодая девушка задумалась. Для нее это неплохой вариант. Набраться опыта и трудоустроиться. Все условия созданы. Почему бы и нет? Это и опыт работы, и можно жить. Условия есть, можно и работать, и жить. Сейчас я решить не могу. Если так получится, что там понравится, местность понравится, или по работе можно будет остаться, почему бы и нет? Такие ярмарки для молодежи проводятся ежегодно. Здесь работодатель и будущий специалист могут найти друг друга. Сегодня собрались представители более 10 школ, как городские, так и сельские. В последних, кстати, наиболее остро чувствуется нехватка квалифицированных кадров. А тем, кто все-таки решится поехать работать в село, готовы заплатить подъемные и предоставить беспроцентный кредит на приобретение жилья. 25% надбавки к окладу на селе, то есть это, я считаю, что большие преимущества. В некоторых регионах, кому-то, допустим, помогают, допустим, предлагают скотину, крупно-рогатый скот, где-то, допустим, углем помогают. То есть, такого у нас нет, что молодой специалист приходит и остается как бы без внимания. Преимущества работы в поселках, конечно, есть, но есть также и подводные камни. Все, кто заключают договор с сельскими школами, получив подъемные, должны проработать в данном учреждении образования несколько лет, иначе деньги придется возвращать. Однако, если достойные условия труда сохранятся, говорят студенты, они готовы жить и трудиться в аулах. Аймам Рина, Жасулам Акулбеков, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Мы – казахстанские туристы. Областной чемпионат по туристическому многоборью и спортивному туризму провели любители активного отдыха и посвятили его 70-летию Великой Победы. Участники были самых разных возрастов – от 6 до 60 лет. Главное – здоровье и любовь к родному краю. Самое беспокойное и неравнодушное племя – это туристы. Они появляются в самых неожиданных местах, порой там, где не ступала нога человека. Стремятся познать новое и неожиданное. Чемпионат области собрал под свои знамена более сотни туристов, объединенных в клубы. Взрослые, юниоры, юноши. Три возрастные категории. После торжественного открытия сразу к делу. Сегодня будут проходить взрослые технический этап, юниоры, кросс-поход, а дети будут проходить лично командную. И так далее будет продолжаться до воскресенья 3-го числа. Кроме спортивных дисциплин есть и чисто туристические. Поход на 7,5 километров по прекрасным местам Каркаролинска. Для этого нужно уметь ориентироваться по карте. Глаза видят, ноги идут. Воздух несравним с городским. Пройти по пересеченной местности не так и просто. Поход занимает около 3,5 часов. От этого похода как маленькие, так и взрослые получают огромное удовольствие от похода. Фотографируют окрестности. Ну, свое удовольствие. Вокруг действительно красота. Хочется все не просто увидеть, но и запомнить. Но есть и неудовлетворенные желания. Я еще только зайца не видел. И белку, и лису, и даже волка, и даже медведи, и все такого. А тебе нравится, что тебе нравится в походе делать? Грибы собирать. Конечная цель похода – пик паровозик. Ребята, обратите внимание. Видите, вон там вдалеке торчит такой пик. Это у нас называется пик Комсомола. Там высота этого пика – 1403 метра. Здесь у нас высота небольшая. Сейчас, которую вы поднимете на гору паровозик. Она всего у нас 1095 метров. Небольшая высота. Ну, сама по себе гора интересная. С одной стороны, наверное, напоминает паровозик. Все видели, наверное, когда ходили в Шахтер. С этой стороны она выглядит по-другому. И мы сейчас поднимемся. С этой горы увидите прекрасный вид озера Пашиного. С пика паровозик панорама открывается великолепная. А там внизу разворачиваются настоящие батареи между командами. Переправа – переправа. Берег левый, берег правый. Канатная переправа – основа спортивного туризма. Если, говорят, можно заблудиться между двух сосен, то пересечь между ними расстояние, не касаясь земли, тоже задача не из легких. Да еще судьи за каждый огрех дают штрафные очки. Не менее сложная задача – грамотно подняться на скалу с помощью альпинистского снаряжения. Тоже на время. Правда, без сноровки, преодолевая препятствия, можно зависнуть, как сосиска. Но что поделаешь, надо посещать уроки физкультуры. Прыжок в шестом. Грациозное упражнение. Оно может быть таким, но когда дыхание еще не установилось от предыдущего этапа, полет с помощью шеста не у всех получается. Техника прыжка в шестом сложная. Нужно знать технику прыжка обязательно. От этого зависит длительность полета и приземления. Так вообще интересно. Юниоры прыгают. Вот прохождение этапа из четырех участников двое прошли уже чисто. Выкладываться на этапах приходится на все сто. От этого зависит положение команды. Цель трехдневных соревнований туристов – привлечь к этому виду спорта и отдыха новых приверженцев. Отвлечь молодежь от пагодных привычек, дать людям заряд бодрости на долгое время. Сегодня совместно с областным управлением образования идет работа по организации туристических клубов в школах, колледжах, куда приглашаются не только учащиеся, но и их родители. Сергей Высокосов, Александр Кирьянов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните в редакцию нашего канала по номеру 420649. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok